Комната-зарядка В Disney Research придумали необычную технологию, которая избавит портативные гаджеты от проводов. Все знающие теплоэнергетики, в Караганде внедрена современная система мониторинга отопления города. Начнем выпуск с пары высокотехнологичных новостей, но расскажем о них коротко в нескольких предложениях. Комната-зарядка. Исследователи из подразделения компании Disney, Disney Research, опубликовали описание своей новой разработки. Технология беспроводной зарядки гаджетов предполагает, что устройством для пополнения батарей гаджетов заряженными электронами станет вся комната. В помещении устанавливаются алюминиевые панели на полу, потолке и стенах. Прямо посреди комнаты круглый медный электрод, внутри конденсаторы. По стержне течет электроток, тем самым формируя вместе с панелями замкнутый электромагнитный контур. Он и даст возможность заряжать все девайсы, что находятся внутри. Выглядит все довольно спорно и даже опасно, но, возможно, диснеевцы еще усовершенствуют свою технологию. Отпечаток пальца браузера придуман в США, штате Пенсильвания. Эта штука не имеет ничего общего с рисунком на подушечках пальцев, разве что по функционалу. Профессор информатики Инджи Као представил метод под названием E-Spectrum, который позволяет определить личность пользователя с точностью 91%. Используются данные о браузере, разрешении экрана, установленных шрифтах, программном обеспечении и информации о комплектующих компьютерах. Причем идентификация возможна даже если пользователь сменил браузер. Такая технология будет интересна рекламодателям, банкам и мошенникам, конечно. Но доктор Као опубликовал данные о своей разработке, так что есть вероятность, что найдутся умельцы, которые придумают, как бороться с такими явлениями. Пчелы-футболисты. В университете имени королевы Мэри в Великобритании ученые научили шмелей игре в мяч. Давайте посмотрим, кто составит конкуренцию игрокам Манчестера и Арсенала. Поле в этой игре не прямоугольное, а округлое. Да и ворота одни в виде отверстия в центре. Задача насекомых – загнать круглый шарик в отверстие или в центр поля. За это им полагается сладкое угощение. Ученые не только добились того, что шмели поняли, что им требуется делать. Более того, вторая группа членистоногих смогла научиться играть в такой необычный футбол у своих более опытных сородичей. Вторая группа шмелей не только обучилась игре, но даже усовершенствовала алгоритм доставки мячика к цели, что свидетельствует о возможности насекомых к обучению при определенных изменениях в экосистеме. Данное исследование уже опубликовано в авторитетном журнале «Сайенс». Всевидящее о комодернизации. В Караганде коммунальщики нашли способ учета количества тепла в каждом доме. Современные технологии позволяют проводить анализ работы всей тепловой системы и дают возможность узнать эффективность вложенных затрат. Как обогревают шахтерскую столицу, увидели наши региональные корреспонденты. Этот короб с электроникой скрывает в себе массу различных показателей. Проанализировав их, становится понятным, насколько обогрет тот или иной дом. Тепло ли в нем? Такие специальные теплощетчики установлены в 80% многоэтажек корнянды. Можем знать, какая у нас гидравлика на данном доме обязательно, какая температура. Это регулировка. Для нас это очень важно. И это очень удобно. Мы можем отрегулировать тепло по всему городу. Показатели с каждого прибора стекаются в специальный центр обработки информации. Здесь специалисты видят, сколько гигакалорий ушло на обогрев того или иного дома, а также количество кубометров, использованной горячей воды. Все это сводится в специальные отчетные таблицы, по которым и производится начисление оплаты за коммунальные услуги. К тому же сами жители смогут узнать, чего и сколько они использовали. Личный кабинет на сайте услугодателя открывает доступ к параметрам того или иного дома. Любой потребитель каждого дома, где установлен прибор учета тепла, может зарегистрироваться, председатель КСК, либо старший по дому, и просматривать ежедневно свои параметры. Почти 240 тысяч гигакалорий в день уходит на обогрев шахтерской столицы. Эта уникальная система позволяет коммунальщикам понять, в какой части города жителям комфортно и тепло, а где тепло расходуется сверх нормы. К тому же показатели можно сравнивать для однотипных строений. В итоге давать жителям рекомендации для проведения различных мероприятий по энергосбережению. Это, в свою очередь, и приведет к экономии тепловой энергии.